вот смотрите мы уже на улицу с вами ходить какая прелесть помните на консилиуме все склонялись думаю что у него нет шансов да конечно я помню первая если бы не вы ольга евгеньевич давайте только не будем приписывать мне никаких заслуг мне кажется что он за это время стал на бульсах похож день добрый богдан георгиевич посмотрите вы узнаете наш подкидыш ну слава богу слава богу что говорят когда вернуться и вернуться ли ну как так так обыкновенно у нее уже там бывший муж почему невозможно примирение думаю скоро должны вернуться первая спасибо большое за чай спасибо побегу я работать печется малыша ну скажу вам не только о малыша надо же я ляпнул не подумал боюсь потеряем мы его после интернатуры уедет от нас хороший талантливый правда ну если сам не захочет никому не отдадим веру сильно я на минутку хотел застать у вас и иван ивановича а он уже ушел да нет он сегодня не приходил ко мне я просто был занят мы с ним толком не поговорили его адвокаты подали в суд на филонову правильно 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 да правильно но будет ответка это всех на уши поставит вот дня на день ждем комиссии вызывают меня на ковер не пуха вам удачи поехал после короткого сигнала вы имеете право хранить молчание все что вы скажете может и будет использовано против вас суде иван иванович вы на меня не сердитесь и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Что? Спи, это по работе. Спи, у тебя завтра тяжелый день. Ложись. Да. Хорошо. Да. Сейчас буду. Что случилось? Это неприятности на работе. Райдеры, прикинь, хотят на фестивальном мою точку снести. Нормально, ложись. На фестивальном? Да. Спи, спи. Спасибо. Спасибо. Слушай, ну я буду, наверное, через пару дней. Ну так и спокойнее, и дешевле. А то, представляешь, 70 км туда-обратно. Ну да. Фестивально это далеко. Ну, я думала, ты мне поможешь с подготовкой ко дню рождения. Зай, ну, видишь, как происходит. Ну, надо ехать. Ну, что? Что же случилось? Чего вы не спите? О! Это что за ночные променады? Ну? А ну, быстренько спать. Давай. Значит так, сынок. Папе надо ехать. Ну, такие дела, такая работа. Ты остаешься за старшего. Ясно? Будешь защищать маму, защищай ее от этих оболосов. Понятно? Хорошо. Все. Давай. Спать. Виталик. А? Может, ну их, эти деньги. Всех не заработаешь. Согласен. Но дело не в деньгах. Дело в принципе. Ну, не могу же я просто так отдать свой бизнес. Да? Надо же побороться. Все. Пока. Пока. А вон мама со Степашкой. Видишь? Да. 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 Ой. Ты хулиган. Ты спать сегодня будешь? Нет? Я так и думала. Ой, садись. Будем с тобой сказки читать. Так. Это кто тут не спит, а? Мама, папа пришел. Привет. 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 Держи цветы. Померись немножко, извини. Ой, я так летел. Я с командировки только вернулся. Думала точки переночевать. И на то же не смотаться. Ну, там же с шести утра нужно восемь. Слушай, пошли на кухню. Идем. Пойдем на кухню. Ты лекарства купил? Да, купил. Значит, вот подгвозники. Вот тут лекарства. Все точно по списку. Это твоя любимая пахлава. Так. А вот манго. Это сосед по рынку подогнал. Попробуешь, скажешь, как. Если хорошее, то я возьму ящик. Ой, а это что? А, это девчонки из бухгалтерии. Приготовили, я так не успел съесть. И вообще, давай-ка быстро спать. Ты же ведь устала? Витька я уложу, а Степашка подежурю. Ты знаешь, что ты самый лучший мужчина на свете? Конечно, вот все знаю. Так, быстренько иди спать, иначе никто тебя никуда не отпустит. Так. Ну, все, я пошла. Все, давай. Это вам. Спасибо. А это Виталия. Лариса Ивановна, пожалуйста, оформите заказ на доставку. Унитаз «Аврора» и душ «Тропический ливень». Пожалуйста, касса прямо и направо. Всего доброго. Ой, это вам. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Виталик, на тебе лица нет. Что случилось? Танечка, будьте добры, с клиентами пообщайтесь, пожалуйста. Хорошо. Некоторое время. Спасибо. Что случилось? Тяжело мне, Лариса Ивановна, жить на две семьи. И людям ничего не могу сказать. Не виновата она. Дети тоже. Ну, как же ж тебя угораздило на двоих жениться? Да вот как-то. С Людой мы уже 10 лет женаты. А когда Валя появилась, я совсем голову потерял. А вместе с ней и паспорт. Потом, конечно, восстановил. Сделал себя чистым, новым. Хорошо хоть люди в ЗАГСе хорошие, а сгоморчивые оказались новыми, понимаете? Вот. А поскольку Валя была беременна Витей, нас расписали. А старые я потом нашел. И с Людой тянул, тянул. И... Что вам сказать? Так, подожди, они что? Друг от друга там до сих пор ничего и не знают? Нет, конечно, вы что, упаси господи, мне... А день рождения твой, праздники тогда, как вы отмечаете? Да, в Новый год ненавижу. А еще есть 8 марта. От кромешной. Чего-то весь над выдумываю, выкручиваюсь. С днем рождения там попроще. Я себе в новом паспорте дату на месяц назад переставил. Так что Валечка меня первой поздравляет. Да уж. Не позавидуясь твоему счастью. Может, это же пятеро детей на две семьи. Да. Извините, до Кантемировки не подскажете? Кантемировка. Что ты? И жене понравились, и девчонкам из бухгалтерии. Очень хорошо. Ребята, извините, а до Кантемировки не подскажете, как добраться, нет? Что ж мы не подскажем, мы и подбросить можем. Садись вон машину. Спасибо. Спасибо, Рустам, дорогой. Пока. Сила. Кого везем? Богатыря или принцессу? Дочка у меня. Дочка, хорошо. Я всю жизнь мечтал о дочке. А рождаются одни пацаны. Зато какие! Во, смотри, какие. Жена? Ага. Красивая, правда? Молодой мамой снова стало 38 лет. А дочка на тебя похожа или на мужа? Я не замужем. А зовут как? А зовут как? Кого? Меня или ее? Тебя и ее? Ее Зоя. Зоя. Славное имя. Жизнь означает. А тебя? Слушайте, остановитесь, пожалуйста. Мы сейчас за город просто уедем. Там магазинов не будет. Я подгузников куплю. Чуть-чуть. Хорошо. Может, давай я с тобой пойду? Нет, нет, нет. Помогу там. Нет, не надо. Я Зойку давайте тут оставлю. Ладно, только быстро. Одна нога там, другая здесь. Ладно? Да. Она у меня тихая. Полежит. Я посмотрю. Данечка, начали. Саша, ничего смешного. Сам только двойки умеешь носить. Данечка, котик, давай еще раз попробуем. Дань. Данечка. Даня. Слушай, мам, а папа приедет? То в прошлом году, помнишь, и торт, и театр был. А он не приехал. Папа обязательно приедет. Он за товаром раньше поехал. Для вас старается. А ты лучше пошел бы и извинился перед Даней. Господи, да что же за день такой, а? Дань, стой! Людочка, как там это, подготовка к празднику? Как Даня наш? Ай, молодца. У меня все в порядке. Ну, сама понимаешь, не очень хочется ночевать на работе, но что поделаешь. Все, ладно, давай не буду отвлекать, а то вы там к празднику готовитесь. Хорошо, да, все, давай, целую всех. Так, ну, так, пока. Так, где ж ты дурой малолетняя мама твоя, а? Короче. Простил же, по-человечески. Одна нога там, другая здесь. Мужчина, стоп. Мы закрываемся. Послушайте, я здесь девушку ищу, мама ее. Она попросила в Академировке довезти. Потом попросила здесь остановиться, чтобы подгустник купить. Высточило, и вот нет ее. Я не знаю, что... Мужчина, я вам еще раз повторяю, мы закрываемся. Может, я в туалете посмотрю? Вдруг ей плохо стало там? Да нету там никого. Я только что все санузлы помыла. Можно я хотя бы доверюсь? Покиньте помещение. Я сейчас полицию вызову. Вызывай кого, хуешь. Понял? Валичка, котик, слушай, у меня тут форс-маржурочка образовалась. Нужно срочно ехать в город по одному очень срочному делу. Ты справишься объяснила? Слушай, а я же так больше не могу, но это уже силка какая-то. С тех пор, как мы переехали в этот дом, я все время одна. И сейчас спит, но он весь горячий. Мне кажется, что у него температура. Михалик, ты одеться или кто-то? Нам нужен сейчас. Ну что, меня там еще не уволили? Нет, что вы. Наоборот, все вас очень ждут. Боятся, что вы там останетесь. Да ну не останемся. А в следовании пройдем у кардиолога, невропатолога, дождемся результатов. И будем сопираться. Ольга Александровна, у вас все хорошо? А почему вы спрашиваете? У вас голос невеселый. Это не телефонный разговор. Спокойной ночи. Спокойной. Клафира Андреевна, что случилось? Ничего не случилось. Просто зашла. В отделении все тихо, тяжелых нет. А вы здесь один. Я там одна. Можно поговорить. Присаживайтесь. Спасибо. А правда говорят, что у Илландской было три мужа? А вам-то какое дело? И что она в молодости была не дура выпить и погулять? Я сплетнями не интересуюсь. А это не сплетни. Ни одна медсестра, которая с ним училась, рассказывала, что она даже со Скуратовским жила. Допивайте кофе и возвращайтесь на пост. Вы, Глеб Евгеньевич, относитесь ко мне плохо, потому что сохнете по этой Илландской. Я же вижу. И все это видят. Вы никого, кроме нее, не хотите замечать. Клафира Андреевна, мы с вами не друзья. И обсуждать свою личную жизнь с вами я не собираюсь. Возвращайтесь на свое рабочее место. Ох, наконец-то. Слушай, я так тебя ждала. Это просто... А это что? Не что, а кто? Это Зоенька. Держи, это тебе. У нас еще осталась молочная смесь. В холодильнике, а... Хорошо, поставь чайники, подгузники. Порези какие-нибудь, самые маленькие, какие есть. Так, ну че ты стоишь? Ребенка не видела? Давай, пойдем поставить чайник. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Ну как я мог ее бросить, а? Ну вот скажи, как бы ты поступил на моем месте? Ой, тетя, ой, тетя. Смотри, какая хорошая девочка. Я в зоне мечтал на бачке. Виталик, может ты наконец-то уже скажешь мне правду, что происходит? Малыш, как же я люблю тебя, тебя одну, больше жизни. А вот эту кругу бросила мамаша. Ну завтра я отвезу ее в город, в больницу там или в детдом. А сейчас на ночь глядя, ну куда ехать-то? Да и вас одних оставлять опять не хочется. Да? Ты точно раньше с ее мамашей не был знаком? Ленусь, первую в жизни видел. Ну не верю я тебе, понимаешь? Хочу верить и не верю. У тебя точно кто-то есть. Все твои телефоны с паролями. Ты постоянно куда-то отлучаешься, говоришь так, что не слышно. Ну я же делаю человек, это бизнес. У меня три точки на разных рынках. Это партнеры, поставщики. И некогда мне за девками гоняться, тут бы на работе не сгореть. Давай, уложи малышку спать. Вот так, вот так. И сами в постельку, да? А то я уже соскучился. Пойди, пойди, пойди. Саша, это же вертолет на радиоуправлении. Папа, мама, смотрите. Да, Анечка. С днем рождения. Спасибо, спасибо. А где папа? А у папы неприятности на работе. Но он позвонил. Поговори с ним. Папа никогда нет дома. Ему плевать на нас. Миленький, папа очень много работает. И все для вас. Поговори с папой. Да, папа. Спасибо, папа. Но ты же придешь на мой праздник сегодня. Ты там главный герой. Клянусь, главный герой приходит всегда. Все, я выезжаю. Виталик, я вызвала детского врача. Я же надеюсь, ты дождешься его приезда. Конечно. Ну, что я могу сказать? Покраснений в горле нет. Лимфоузлы не увеличены. Легкие, чистые. Вчерашнее повышение температуры было вызвано вирусом, скорее всего. Можете купить еще вот это гомеопатическое средство. Пять капель после еды три раза в день. Ну, так ваши дети практически здоровы. Ну, вот, я же говорил. Ох, эти молодые мамы. Не болеете? Спасибо вам, доктор. Спасибо. Валюш, я провожу доктора. Ты подготовь, пожалуйста, Зою. Сначала лекарства купи, потом поедешь. Ох, Виталик, Виталик. Я прошу прощения. У нас уже все готово. Можем везти детей к столу. Давайте буквально еще десять-пятнадцать минут, хорошо? Хорошо. Спасибо. Держите. Валя! Валя, белый, любят черный. Я уже еду, не волнуйтесь. Погоди минутку. Держи, родная. Вынеси, пожалуйста, девочку. Я в обуви не хочу. Люд, пожалуйста, потяни время, ладно? Ну, я не знаю, придумай что-нибудь. Не ешьте торт без меня, ладно? Все, давай. Моя хорошая, давай. На, тут пеленки, распашонки, что не жалко отдать. А что за торт, я слышала, ты только что говорил. Да, елки-палки. Это у бухгалтера же день рождения, шестьдесят лет человеку. Все, я умчал. Ладно, не задерживайся. Да, еще завтра мне нужно с утра быть на областной таможне. Я на работе переночую. Моя маленькая. Ну, вот опять. Вот ваша выписка. Главное, не забывайте принимать витамины по схеме. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Иван Иванович, добрый день. Вы ко мне? Может, чай? Не могу, я к бороться. Вы же сказали по всем вопросам обращаться к ним. И не стоит меня дальше провожать. А, ну, может быть, мне хотелось побыть с вами одну минуту. А как же слухи? Вы обиделись. Я так и знала. Кто-то оставил обещание на автоответчике? Пообщаться со мной не по телефону. Это я. Я догадался. Ребятки, секунду, секунду, секунду. Держите, это нормально. Эй, это не входит в мои обязанности. Эх, черт свистича погасла. А Даня где? Сюрприз для папы. Отлично, браво. Ну, Даня, загадывай желание. Я хочу, чтобы мой папочка всегда был рядом с нами. Так, держи. Так, малыши, налетай. Все. Опа. Так, возьмите, пожалуйста, своего ребенка. У меня еще куча дела, я не знаю, что с ним делать. Спасибо, вы и так выручили. Спасибо вам. Извините. Это кто? Это твой ребенок? Не мой, конечно, ты что. Ее бросили у меня в машине. Ее нужно отвезти куда-нибудь, я не знаю, в полицию, в больницу, в детдом. Давай для начала ее покормим, хорошо? Так. Людочка, я все объясню. Дело в том, что я как бы это сказать... Виталик, ее нужно покормить. Да, конечно. Давай покормим. Думаю, завязывать уже с этим кормлением. Так молока много не пропадает. Ну и кто у нас мама? Я не знаю ее, клянусь, честное слово, не знаю. Она попросила довезти до Кадемировки. Вышла возле торгового центра. Сказала за подгузниками. Имя дочки ей сказала Зоя, а свое нет. Ну, вот все. Поехали домой. Ну, ее надо переодеть, помыть. А если она на рынке появится, тебя там все знают. Обязательно позвонят. Слушай, я думаю, что все-таки нужно съездить на рынок. Мало ли. Вдруг она там. Ну, или поискать ее. Ну, а если не найду, тогда... Либо в полицию, либо в больницу. Ну, не знаю, там потом решим. Пойдем. Привет, Ростя. Здравствуй, Виталий. Слушай, я тут одну девчонку ищу. Такая молодая, худенькая, вчерявая. Родила недавно девочку. Может, знаешь? А, так это Аленка Пакля, что ли? Которую ты недавно на Кадемировку подвозил. Вот. Красивая такая. Ну, есть немного. Она молодая. Вот да, про нее. Послушай, Виталик, не надо тебе с ней связываться. Она наркоманка и вообще нехорошая. Да не, она мне по делу нужна. Ты не знаешь, где найти, а? По делу? Ну, если по делу, могу сказать. Она живет на улице Швейца. Дом, по-моему, 15, но квартиру я не знаю. Хорошо, спасибо тебе. Приходи, дорогой. А мы неплохо заработали сегодня. Уезжай-ка ты домой пораньше. Выпи ремочку к ней, куда выспись как следует. Ох, Лариса Ивановна, ваши бы слова до богу в уши. Нельзя мне ни выпить, ни расслабиться. Я же как на дежурстве круглосуточном. Две семьи. И там пацаны на кмаринке. И там гранячок еще. Метишься, метишься между ними, а... Все равно не успеваешь. Виталечка, пора определяться. Ты же долго так не протянешь. Да, определился я уже давно. Но люблю я Валечку. Живу, дышу, работаю. Вот все с мыслями только о ней. Ну, Люду как бросишь? Потом еще это чудо родилось. Багдасик. Люда столько лет предохранялась таблетками. Врачи сами удивляются, как так получилось. Ну, малыш-то славный какой. Вот. А только Люда родила, и тут же Валюша забеременела вторым ребенком. Я думал, Степашка родится, пойду, Людей все расскажу. А тут-то эта Зоя, подкидыш этот, на мою голову свалился, понимаете? А Люда... Зою грудью кормит. Как родную. Вот как мне определяться? А это... А мамаша вот эта, как ее там, Алена Пакли, не объявлялась? Да нет, не нашел еще. Ну, ищу, ищу. А кто ищет, тот всегда найдет. Но вот ей я точно ребенка не отдам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Зояка спит? Нет, я не знаю. Что? Тебе ребенок? Я не знаю. Тебе ребенок? Ась, я не знаю, ты ее оставил, ты ее... Ась, ты ее ищи. Ты что, совсем офигела, а? Тетки из опеки помощь на ребенка дали с условием, помнишь? Они сказали, что будут каждый месяц приходить и проверять, а только потом перечислять деньги. Где ребенок? Я не знаю, я уже пару дней нет, я... Просто я испугалась, я правда не знаю, к чему. Зачем я только с тобой связался? Решили же рожать, чтобы бабла срубить, да? Ты знаешь, сколько я кредитов набрал? Квартиру будешь продавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Добрый день, это из детской поликлиники. Вы папа Зоя Крикункова? Да. Алло, телефон дома забыла. Ей что-то передать? Вашему ребенку исполняется месяц, поэтому ждем вас на контрольное взвешивание прививку. Турник с 8 до 12, кабинет 303. Хорошо, спасибо. Я... Да, передам. До свидания. Слушай, ты дебилка. Если завтра ребенка не будет в поликлинике на прививке, тебя закопают. Ты поняла меня? Все хорошо поняла. Да? Да. Бери, уважаемый, не пожалеешь. Сто лет у тебя расти будет на подоконнике. Очень красивый цветок. Бери, не пожалеешь. Покупай. Покупай, дорогой. Слушай, этот мужика еще, он торгует где-то, на консервировке ездит, на джипе. Не знаешь? А на москвичей не подойдет? Слушай, я серьезно? В павильоне поищи. Ага, спасибо. Набирай, набирай сливок. Он точно замурован в стене? Да. В Европе давно уже так делают. Отдай мне моего ребенка. Извинь, пожалуйста. Так, замесли. Найди сюда. Пусти. Ты бы сначала проспалась и душ приняла, а твой алкоголь и морозит на весь павилью. Что ты за ним сделал, гад? Так. Такой матери, как ты, я ребенка не отдам и никто не отдаст. Это понятно? Не спеши переворачивать. Они точно прожарились. Хорошо, мам. Саша, что непонятного? Вот 50 килограммов муки, вот 35. Пиши давай. Так, а где мои молодцы? Где мои отличники? Ух ты, как вкуснопашня. Папа, а я сам жарю блины, как ты наблюдаешь. Да, опять молодец. Кто самый умный? Вот он самый умный. А кто у нас не улыбается? Ясно? Слушай, пап, пошли лучше вертолет позапускаем. В комнате убрали? Ну, не совсем. Ну-ка быстро, бегом, подготовили площадку для взглята. Бегом, я дожарю. Вперед, богданщик, возьмите. Это первый раз подбережарил блины. Хорошо, пошли. Ну что, богданщик, пошли. Пошли, мой друг. Пошли. Пошли, мой хороший. Спасибо. Мама Зоя сегодня приходила в стильку вообще. Так что я думаю, что нужно идти в полицию. Виталик, это твой ребенок. И не надо устраивать цирк с полицией, чтобы я поверила в твое целомудрие. Мне люди давно о тебе говорили, что ты к бабам неравнодушен, что дети у тебя есть от других, а я не верила. Люд, ты чего? Впрочем, это уже не важно. Ребенок не виноват. Пусть будет здесь столько, сколько надо. Только спать мы с тобой будем отныне порознь, понял? Погоди, ну... Нет, ну надо, ты хоть в связях своих был бы поразборчивее. А то нашел такую, которая ребенка своего бросила. Это ж надо. Слушай, погоди, Люд, давай разберемся. Какие бабы? Виталик, блины дожарь, подгорают. Какие блины? Ух ты! Что ты, совсем спать не хочешь, да? Ух ты! Алло? Алло, Виталик, я просто... Солнышко, котик, извини, я сейчас очень занят. Ты... Давай я перезвоню. А, подожди, подожди, это срочно. Нам, нам очень нужно поговорить. Послушай, солнышко, я очень тебя люблю. Очень-очень сокровище моё. Больше всего на свете, но сейчас проблема у меня, понимаешь? Навалилось так все много. Таможня, подкидыш. Мама этого подкидыша, геннолетнего, понимаешь? Слушай, Виталик, я просто хочу, чтобы ты был рядом. И чтобы у нас была нормальная семья. Чтобы мы ходили гулять, ходили в театр, в гости. А у тебя постоянно то неприятности какие-то, то ты исчезнешь за товаром на неделю, то ещё что-то. Зачем тогда эти слова о любви? Зачем мы переехали в этот новый дом, если я тут постоянно одна и ты, непонятно где? А это моя жизнь, понимаешь? Моя молодость. И где она проходит? Пусть в том доме не так должна проводить время молодая женщина, не так, Виталик. Да-да, котик, ты всё правильно говоришь. И поверь, всё образуется, я буду с тобой, всегда буду с тобой, поверь мне. Просто нужно какое-то время. Ты мне веришь, м? Я не знаю. Солнышко, пожалуйста, поверь, всё будет хорошо. Да, ещё, котик, можно тебя попросить, если вдруг спросят про подкидыша этого, ты ничего не знаешь, никого не видела, хорошо? Ладно. Когда ты вернёшься? Скоро, скоро. Пока. Я тебя люблю. Давай, пока. И я тебя. Пока. Кирикунова, расскажите ещё раз, как всё было. Значит так, я на рынке, попросила подвезти нас до Кантемировки. Вот он... Светин, Виталий. Предложил всех к нему в машину. Я попросила по дороге остановиться купить подгузники. Зайка спала. Я ещё не стала будить, я вышла в машину, газанула и всё. Фото дочери покажите. Да, вот, вот так видно. Я иду, кофточку ей на том же рынке купила неделю назад. Верните мою свою, пожалуйста. Почему вы сразу не обратились в полицию? Чего вы ждали? Я же не знала, что он бандит. Я думала, он вернётся. Его на рынке все знают. Я вас умоляю, пожалуйста, верните мою дочь. Это у вас ребёнка украли. Что в полиции говорят? Да, у меня. Да ничего не говорят, понимаете? Ничего не говорят. Теперь никому не верю. Я так долго ждала появления Зойки. И теперь мой ребёнок, он... Извините её. Он же чуть-чуть больше такой. Ну пока маленький, можно такую комнатку ему сделать. Добрый день. А если он такой, тогда он поместится. Добрый день. День добрый. Светин Виталий Евгеньевич, тут проживает? Да, но сейчас его нет. Он вообще тут нечасто бывает. Он ваш муж? Да. Автомобиль, зарегистрированный на его имя по этому адресу, связан с очень неприятной историей. Похитили грудного ребёнка. Вот оно что. Так никто никого не похищал. Да. И что вам об этом известно? Где сейчас находится ваш муж? Да не знаю я, где находится мой муж. Но скажу вам, что он мне изменяет. А этот ребёнок, его дочь, которую он привёз сюда. Я сама не знаю зачем. А в полиции, стало быть, мамашка её заявила? Ну, я бы поступила так. Сейчас, где находится ребёнок? Да не знаю я, где он. В город повёз. В больницу или в полицию. При необходимости мы вызовем возглядачи письменных показаний. До свидания. Вызывайте. Сразу, что тут ещё есть? Мам, папа, идите сюда! Ты чего кричишь? Он никак не может уснуть. Да вот, посмотри. Что там? Папка. Господи, Фиталик. Слушай, Заят, давай я подержу Зою, а ты липи. Ну, не выходят у меня эти варенья, хоть ты и тресни. А с чего вы такие? Что случилось? Да вот, пишут про тебя. Не очень хорошие. Ну-ка, ну-ка. Так, удалевается похищение молоденькой дочери между ноги, крику новой. В случае, если вина будет доказана до пятнадцати лет. Ты что натворил, Виталик? Прости. Прости. И поверь, что меньше всего я хотел причинить тебе боль. Послушай меня, Вики, мы все далеко очень. Я должен кое-что сказать. Дело в том, что я... У меня... У меня... Надо вернуть ребенка матери. Вот. Так. Пойдем поговорим. А ты делай уроки. Ага. Ну, я, в общем, тут узнавал, что мамаша этой Зои, она наркоманка. И вообще хочет дочку продать, чтобы долги выглотить своего сожителя, тоже наркомана. Господи. Ей ни в коем случае нельзя отдавать ребенка. Но у себя мы ее тоже оставить не можем. Тебя реально могут посадить. Ну, не знаю, как вариант, ну, можно подбросить там в детдом незаметно, но так, чтобы никто не видел. А полиции сказать, что не было никакого ребенка. Она все выдумала. Она же наркоманка, кто ей поверит. Погоди-ка. 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 Чего? Я когда под Данечка рожала, там в больнице окно такое было, бокс. Я еще тогда подумала, дикость какая, кто этим будет пользоваться. Посмотри. Да, хрипы остаются в верхней части правого легкого. Глафера Андреевна, 0,5-цефт-риаксона внутримышечный. Сколько можно лечить? Десять дней уже лежим. Не волнуйтесь, Анна Тихоновна. Мы заменили лекарство, сейчас понаблюдаем. Глафера Андреевна. Ну-ну-ну, Петечка маленький. Все хорошо. Это у Кольчика Коля и все. Зато Петечка будет здоровой. Глафера Андреевна, вы ничего не забыли? Ничего. Пойдите, посмотрите в шкафу, сколько осталось флаконов цифт-риаксона. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А когда в следующий раз? Медсестра пойдет в палату и сделает укол. Пень, давай пять. Давай пять. Не хочешь, обиделся, ну ничего. К утру станет легче, температура спадет. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Глафера Андреевна, вы хоть иногда думаете на работе? А что такое? Я что-то не так сделала? Нет, вы не понимаете, да? Вы набрали воду для инъекции и забыли про лекарства. Вы собирались ввести дистиллированную воду к больному ребенку? Забыла. Забыла? Нет. Я понимаю, если бы просто забыла. Это еще полбеды. Но у вас же нет ни тени раскаяния. Вы просто равнодушный человек. У вас нужно забрать диплом медсестры. И вообще на пушечный выстрел и не подпускать к больным детям. Не вы мне диплом давали, и не вам забирать. Вы же когда-нибудь убьете ребенка. Ведете не тот препарат, и все. Может случиться непоправимое. Что-то мне никто, кроме вас, такого не говорил. Где бы я ни работала. Так, я вижу, вас ничем не проймешь. Можете на меня обижаться, но я подам на вас докладную. Конечно. Это не в моих правилах, но все ради безопасности пациента. Да вы бы меня просто не взлюбили с самого начала. Просто интересно, что здесь происходит? Ничего. Просто издержки профессии. Глеб Евгеньевич, у нас подкидыш. Будете объясняться с Аллой Викторовной. Ой, как страшно. Свети, Виталий Евгеньевич. Да это я, что? Вы задержаны по подозрению в похищении малолетней Зои Крикуновой. Какой малолетний? Какой Крикуновый? Вы чего? Слушайте, это сами можете посмотреть. У меня там в доме, кроме жены, Советую вам успокоиться. Приедемте вместе с нами. Зачем? Куда? Погодите. Виталик. Вы куда? Куда вы его везете? Виталик! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин